Приветствую вас! Наверное, вы согласитесь со мной в том, что довольно интересный получается парадокс. Вот влюбились вы в парню, поняли, что парень не ваш, эгоист, думает только о себе, не подходит вам. Вроде бы понимаете умогу, но при этом думаете о нем все равно, по-прежнему. И, вы знаете, хотелось бы мне у вас спросить, а вот что мотивирует вас на то, чтобы о нем думать? Не удивляйтесь, пожалуйста, к этому вопросу, вопрос это на самом деле очень важный. Если вы говорите, что влюбились недовольно, при этом о нем думаете, значит речь идет не только о любви. Речь идет еще и о ваших потребностях, и эти потребности, к сожалению, довольно-таки сильно ярко выражено, по крайней мере, у вас выражено. С чем это связано, спросите вы, я отвечу вам. Если человека любишь, и именно любишь человека, понятно, захочешь, чтобы он был счастлив. Если вы видите, что человек вам не подходит, что он вас не устраивает, если вы видите, что человек явно не в вашей волне, то понимаете, что с вами он взятлив не будет. А также, если вы его любите, то у вас волей-неволей есть представление о том, что вы-то сами проигрываете от того, что с ним находитесь в отношениях, понимаете? И в итоге получается такая интересная, на мой взгляд, ситуация, что если вы человека любите, то вы всегда сможете человека отпустить. Правда, любовь это ориентация именно на него, не на вас, а на него, на того, кого любишь. Вы запишите о том, что не можете о нем перестать думать, даже несмотря на то, что по большому счету поняли, что человек совершенно не вашего, ну, не вашего разряда. Это заставляет как бы немножечко задуматься. А может быть, вы просто-напросто нуждаетесь в этом человеке, потому что именно от него вы получили то, что вам так было нужно, и не можете перестать о нем думать, именно потому что, если вы перестанете, если вы забудете, условно говоря, конечно, забудете его, то потеряете что-то очень важное для себя. А это будет для вас очень негативно. И вот именно это мешает вам этого человека запустить. Даже несмотря на то, что он вот такой, может быть, нехороший, может быть, какой-то негативный по отношению к вам и прочее, прочее, прочее. То есть, есть у вас, у самой определенные какие-то мотивы не иметь возможности человека забыть. Вот с этими мотивами и нужно разбираться. Возможно, вам именно такой мужчина на подсознательном уровне и нужен. Вот тот такой вот самый эгоист и так далее. Возможно, если есть что-то еще, что именно нужно, еще раз повторю, разбираться, потому что на основании того, что вы написали, вывод сделать достаточно склонный. Но правда заключается в том, что любовь – это чувство самодостаточного человека, который любит себя, который уважает себя, который ценит себя, и главный, который удовлетворен собой и тем, что у него и есть. В вашей ситуации складывается ощущение, что вы, ну, не совсем, скажем так, всем удовлетворены. И именно потому, что вы удовлетворены не совсем, и возникла такая же ситуация. Чтобы ее разрешить, нужно действовать довольно последовательно, определенным и строком направлений. Любовь – это то, что вы хотите человеку дать. Любовь – это то, чем вы готовы с человеком поделиться. Любовь – это то, что вы готовы отдавать. А вот то, что вы не можете перестать о нем думать, это уже, простите, немножечко ваши потребности. И вот ваши потребности необходимо, ну, хотя бы идентифицировать. Чтобы понимать, что всем все-таки вы хотите реализовать с помощью этого человека. А то вы говорите так, что вот я влюбилась, но он оказался не тем. Вот это правильно. Сердце не приказывает. Но если вы влюбились, а вы говорите именно о влюбленности, то есть вы не говорите «люблю», вы говорите, что я влюбилась. Если вы влюбились, значит, у вас есть страсть. Ну, как минимум. Как минимум у вас есть страсть. И если мы здесь с вами говорим о страсти, то давайте сразу подумаем. Что есть страсть? Это та самая потребность. Страсть – это и есть та самая потребность, о которой я вам говорю. Вот об этом, обо всем, я и рекомендовал бы вам подумать. Что вам нужно от этого человека? Что заставляет вас о нем думать? Какие потребности вы пытаетесь реализовать с его помощью, осознанной или нет? Это именно то, о чем вам необходимо как сервис поразмыслить. Дальше перед вами стоит выбор. Значит, выбор следующий. Если вы, человека, все-таки любите, то вы взваете его на диалог, на разговор и говорите ему примерно следующее. «Дорогой, я тебя очень люблю и хочу с тобой быть, но я и себя люблю и не хочу причинять себе боль. Поэтому, хотела бы тебя поставить в известность относительно того, что мне не нравится в тебе то-то, 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 то-то. Не потому, что ты такой плохой, а потому, что я не хочу, чтобы рядом со мной был мужчина именно в таких отношениях ко мне. К тебе обвинений никаких у меня нет. Ну вот, если ты не будешь давать мне этих вещей, или если ты не сможешь давать мне этих вещей, я от тебя уйду. Или отдалю. Или начну отстраняться. Или просто можно сказать, что, как бы, не оставлю это без внимания. Важно, чтобы в этом диалоге вы сказали главное, что не обвиняете мужчину и чего хотите вы. И если человек в вас любит, он, может быть, поменяет, поменяет. Если вы не увидите его изменений, смело от него отстраняйтесь. Отстраняйтесь, занимайтесь своими делами, получайте как можно большее количество новых впечатлений, новых эмоций, новых переживаний. Уставайте, и со временем из вашего сознания мысли о нем будут вытесняться. Но только при условии, что вы будете осознавать свои потребности. Потому что без удовлетворения и без понимания ваших потребностей ситуация не будет, к сожалению, улучшаться. Надеюсь, я мог донести до вас свою мысль. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.